Летний детский лагерь, расположенный, к примеру, на морском побережье, имеет свои положительные стороны и хорошие возможности для отдыха. И этими возможностями многие пользуются. Однако и школьный лагерь дневного пребывания обладает своими весомыми достоинствами. Мы побывали в таком лагере в 28-й школе станицы Анастасиевской. Не дают скучать учащимся в лагере дневного пребывания. Каждый день ребята охотно идут в родную школу, зная, что тут их ждут друзья и новые интересные мероприятия. В лагере отлично можно совместить приятное с полезным. Почитать, поиграть, пообщаться. Добрые, а нередко и незабываемые воспоминания остаются у детей после такого лагеря. Мы ездим в игровую комнату «Веселая компания», «Дом культуры». Ездим в конно-спортивную школу «Изумруд». Ездим в бассейн, рисуем на асфальте. Очень весело прошел День Нептуна. Мы проводим соревнования, веселые старты. Мне понравилась игра кладоискателей, когда мы со всем отрядом искали клад. На турслете я научилась вязать узлы и ориентироваться на местности. Немаловажно и то, что в лагере отменно кормят. Школьные повара готовят вкусные обеды. Большое внимание уделяется спортивным занятиям. Есть здесь время и для зарядки, и для веселых стартов, во время которых ребята демонстрируют ловкость, быстроту, выносливость, командный дух. А как настроение поднимается? После таких состязаний ребята еще долго обмениваются впечатлениями. Лагерь дневного пребывания – это просто здорово. Лагерь дневного пребывания «Олимпионики», который начал свою работу с 24 июня и помог оздоровиться 140 ребятам в возрасте от 7 до 17 лет. Я могу сказать, что ежедневно для наших ребят проводились игры, эстафеты. Особую восторгу у ребят вызвала работа творческой мастерской в гостях у Самоделкина, где ребята учились делать самостоятельно поделки. А также конкурс модели одежды из газет – газетка «Кокетка», где каждый ребенок имел возможность смастерить себе наряд. Особый восторг, конечно, у детей вызвало посещение конно-спортивной школы «Изумруд». Развлекательная программа была в этот день интересна своим шоу мыльных пузырей, в котором все приняли активное участие. В конкурсе на самый большой мыльный пузырь было не так легко победить. Здесь нужна определенная сноровка, чтобы переливающийся пузырь не лопнул раньше, чем нужно. У нас особая атмосфера, тут все мои друзья, и поэтому это привлекает меня. Тут хорошо кормят, хорошие конкурсы. Время посидеть в интернете всегда останется. Здесь очень интересно. Здесь много друзей моих, которые ходят. Ну, не все, конечно, но ходят. Мы каждый день играем в шахматы, ходим на разные мероприятия. Занять детей так, чтобы им было весело – не простая задача для педагогов, но она им по плечу. Разнообразные мероприятия тщательно продумываются и проводятся с душой. Летние дни здесь надолго запомнятся ребятам, как самое яркое и нескучное время. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова